Так, все, поехали, видео так видео. Чуваки, всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биткоин просто пробивает 28 тысяч вообще со свистом. Похоже, что? Похоже на это, но при этом альткоины немножечко тут остановились. Давайте посмотрим, что происходит. Биткоин, собственно, наказывает шортистов. Все, как и ожидалось, ничего сверхъестественного. Зеркальный уровень 24 500 на недельках был отработан. Мы его удержали и пошли наверх. Соответственно, основной сценарий, который сейчас придерживается, то, что мы идем переписывать локальный хай в 32 тысячи и идем куда-то выше. Соответственно, тысяч на 38 или на 40. Просто по закону тяготения в природе, по закону гравитации, да и просто даже по закону Fibonacci мы еще даже до 0.38 Fibo не дошли. А я вам толкую консервативно про недоход даже до 0.5. То есть вообще супер-супер консервативно, потому что по факту вот она на самом деле цель. Золотой карман это 48 тысяч по биткоину чисто в рамках технического отскока. Но вот в предсчете того, что вот это было дно, а это уже вроде как точно был потолок. Я имею в виду этого локального цикла. Таким образом, да, мы можем правильно строить Fibo и смотреть. Вот. И, кстати говоря, они реально работают, эти Fibo. Кто бы что ни говорил, вот посмотрите обратное Fibo на рост. Мы откорректировались точно до 0.38 Fibo уровня. Так что все на самом деле работает. Сейчас что конкретно по битку? Смотрите, тут по RSI были перевернуты вот этот вот голова и плечи. Или не будем говорить что. Но оно, видите, отработало наверх, собственно, как мы с вами и говорили. И сейчас происходит движение. Плюс у нас тут на недельках очень красиво развернулся RSI. Зеленая точка на Cypher. И все, все очень прекрасно. Вот. Напоминаю вам в связи с этим, что у нас все еще супер низкий риск вообще глобально по, как бы, долгосроку, по крипте. У нас все еще недооцененность в два раза. То есть на 48% до средних значений. То есть если сейчас биток улетит на 50 тысяч долларов, то я лично не удивлюсь. И я к этому готов. Надеюсь, что вы тоже, ребята. Очень низкий риск, особенно по социальным метрикам. То есть никто не верит в крипту. Так, локально для трейдеров смотрим, что у нас тут с сигналами. Значит, по TRDR у нас ничего, все чисто. Но TRDR, кто пользуется, я начал подкручивать для более, как сказать, посмотреть, даст ли он более какие-то локальные сигналы. И скажем, вот на настройках 60-60-60-60, вот. Он уже дает вам тут сигнал продаж. Видите? Он уже дал. Но не факт, что его не вынесут, дорогие друзья. Потому что чем больше вы подкручиваете, чаще сигналы, тем они менее, как вам сказать, рабочие. Но здесь, в принципе, уровни были, обратите внимание. Это не всегда сигнал на шорт, это скорее сигнал на то, что это будет уровень и плита, который мы будем держать. Но вот тут на таких настройках он есть, в принципе. Но на таких настройках очень много сигналит на большой волатильности. И вот здесь очень рано сигналил, поэтому тут надо смотреть. Может быть, оставить только на продажу, кто хочет поэкспериментировать. Можно еще подкручивать. Да, вот вы можете на продажу только оставить ASCII-60, а беды подкрутить 77 и opacity cap. Я не знаю, если вы так поставите, оно тоже съест этот сигнал. Да, вот видите, он стал красным. Короче, можете экспериментировать с этими настройками. Но в целом я хочу пока, вот я жду именно сигналов по настройкам 70-70-70. Это именно с биржи Binance. Теперь что про Candleway. Вы смотрите, здесь офигенно, кстати, отработал их бот на дневке на 4 часах. Вот он показал бай, и мы пошли наверх. Тем не менее, на дневке все еще красный тренд. Он будет сломлен буквально вот сейчас, когда мы, как я понимаю, пробьем вот эту вот зону. При этом на 4 часах тоже достаточно хорошо отработал сигнал бай. Немного был шумовой сигнал sell. Я об этом говорил, кстати, позавчера, что я бы на него не обращал внимания. И вот, собственно, начался зеленый тренд, и мы пошли наверх. По хитмапу здесь, вот мы сейчас прямо уперлись в сильный уровень 28500. Здесь есть некая плотность. Следующий уровень 29, как мы можем видеть. По трейдам, как я уже отметил, альткоины сейчас немножечко встали в консолидацию, в то время как биткоин пошел дальше пробивать хай. Поэтому я думаю, что это ничего серьезного. У меня лично открыты ланги по эфиру. Эфир классик я еще вчера добрал. Аудио, Дэш и Полька Дот. Лайткоин, конечно же. Вот, но вы, друзья мои, смотрите сами, потому что тысячу дисклеймеров. Этот рынок – это очень опасная история. О, нифига, у вас, наверное, так громко звенят мои эти... Звенят мои бубенцы. Вот, этот рынок – дисклеймер тысячу нефинансовых советов, потому что этот рынок – это, конечно, просто что-то с чем-то. Но, если вы все еще готовы к крышностным эксам, чуваки, то я вас поздравляю. Вот они наливаются вам прямо сейчас по нашим ссылкам из описания. Не забывайте, что вы крутите вниз этого видео, нажимаете лайк и попадаете на все лучшие ссылки, которые проверены, которыми мы сами пользуемся. Лучшие биржи, лучшие сервисы, о которых я говорил. Вот они, Candle Wave, TRDR, кошельки, рабочие P2P, обменники для вывода крипты и все остальное. Обязательно ознакомьтесь с разделом ссылки. Да, а пока, ну что тут скажешь, какие цели, господа и дамы? Давайте отдаляться на выкле, еще раз повторю, и возьмем цель хотя бы перехай 32 тысяч для начала. И отметим вот эту вот зону, эту вот область. Если вы не хотите Fibonacci от самого верха тянуть, типа вы считаете, что это было давно и неправда, отсюда натяните. Вот, опять же, с последнего локального дампа, с 48 тысяч, вот вам золотой карман будет. 36-35 тысяч долларов за биткоин. Вполне себе, кстати, нормальная цена. Но это все мы берем в короткосрочную трейдерскую ерунду. А глобально мы же с вами понимаем, что биток – это лучшая форма общесбережения средств и передачи их через интернет. Не подконтрольная ни одному из государств, ни одному из банков и прочих этих мошенников. Поэтому вдолгу вот это все понятно, что летит на Луну. И позаботьтесь о том, мои дорогие, чтобы вы были в этой ракете, пока она все еще набирает пассажиров и прогревается. Позаботьтесь о том, чтобы вы были в ней, потому что… Вот, BlackRock входит на рынок. И слабые руки, слабые ноги даже я бы сказал. Видите, что с ними становится? Слабые ноги все сразу же ликвидируют. Вот, потом что еще вам скажешь? Всего 1,5 миллиона осталось биткоинов намайнить из 21 миллиона. Ну и просто вот, кстати, неплохой пост. Помните о том, что мы с вами недооцениваем экспоненту примерно в 10 раз. Всегда, на любых рынках. Посмотрите, как биток улетел с 400 долларов на 20 тысяч. Как… да как любые рынки. Вон, Tesla, посмотрите, я не знаю, Nvidia. Мы с вами всегда недооцениваем экспоненту. Так вот, чувак сделал, смотрите, какую параболическую кривую формацию. И мы сейчас с вами находимся вот здесь, где-то, на бейс-3. Возможно, что мы даже на бейс-2. И вот сейчас пойдет, собственно, бейс-4. Это не до all-time high, в районе 50 штук. И потом пойдет уже sell point. Это в районе 200 штук, собственно, за 1 биток. Вот она, стандартная классическая экспоненциальная бычая формация. Помните, что ее еще даже близко у нас не было здесь с вами. Поэтому смотрим, ждем, верим, любим. Ставим стопы, тейки, ставим лайки обязательно. Подписываемся на канал. Подписываемся к нам в тележку. И все будет хорошо. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok